Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 13 июня, отдание праздника Пятидесятницы, Православная Церковь совершает память мученика Ермия. Святой мученик Ермий пострадал за Христа в городе Каманны во время гонения при императоре Антонине Пии. Правитель Севастьян, прибывший в Каппадокию для исполнения приказа о преследовании христиан, предложил святому принести жертву языческим богам, обещая за это почести и милость императора. Но убеленный сединами воин мужественно исповедал свою веру во Христа. После долгих уговоров правитель повелел мучить святого. Его били по лицу так, что содрали с лица кожу, а потом бросили в раскаленную печь. Когда через три дня печь открыли, мученик Ермий вышел из нее невредимым. Правитель Севастьян приказал волхву отравить святого Ермия ядом. Отравленное питье не принесло святому никакого вреда. Также и второй кубок с сильнейшим ядом не умертвил мученика. Волх уверовал, принес покаяние Христу Спасителю и был немедленно обезглавлен, крестившись собственной кровью и восприняв мученический венец. А святой Ермий был предан еще более жестоким мукам. Из него вытягивали жилы, бросали в кипящее олово, выкололи глаза, но он смиренно благодарил Господа Иисуса Христа. Потом мученика Ермия повесили головой вниз. Три дня висел он в таком положении. Люди, посланные правителем удостовериться в смерти мученика, нашли его живым. Пораженные чудом, они ослепли от ужаса и начали взывать к святому, чтобы он помог им. Святой мученик велел подойти ослепшим к нему, возложил на них руки и исцелил именем Иисуса Христа. В ярости правитель приказал содрать с тела святого всю кожу, но страстотерпец по-прежнему оставался живым. Тогда обезумевший Севастьян собственноручно отрезал ему голову ножом. Христиане тайно погребли тело мученика Ермия, от святых мощей которого подавались многочисленные исцеления. Ведение подвига мученичества и вообще святости основывается на словах апостола Павла из первого послания к Коринфянам. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кемвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в этом никакой пользы. Определение святости через чудеса и тому подобное явление недостаточно. Святость – любовь Божия, действующая свободно и сознательно. Евангелие пробуждает любовь, и одна только любовь и определяет святость. Мученики, исповедники являются славой Вселенской Церкви перед лицом Божиим, свидетелями того, что в самые страшные темные годины церковной истории издревле и до сих пор были сонмы людей, мужчины, женщины, дети, которые так Ему поверили, так отдали себя в Его руку на служение, что они до смерти остались Ему верными. Подумайте, что это значит? Бог так возлюбил мир, что Он Своего Сына Единородного отдал на смерть для того, чтобы мы поверили в Его любовь, поверили в Его учения, последовали за Ним и стали достойными себя самих и той любви, которую Бог нам подарил. И наша Святая Церковь ответила на эту любовь Божию, отдав себя. Тысячи и тысячи людей жили достойно этой любви, и тысячи и тысячи людей умерли достойно этой любви. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, апостола от 70 Ерма, мученика-философа, священномученика-философа Арнацкого, пресвитера и сыновей его, мучеников Бориса и Николая. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаимеництва. Пусть всемилостивый Господь по молитвам ваших небесных покровителей дарует вам мир, тишину, здравие и спасение, и неоскудевающую помощь во всех ваших добрых делах и благих начинаниях. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова